Всем привет, дорогие друзья! С вами GamePlan, и первая игра на сегодня называется TimeBunker. И давайте посмотрим, в чём суть же этой игры. Здесь достаточно много миссий, как вы можете увидеть, и давайте посмотрим на одну из них. Кстати, первые 2-3 миссии являются обучающими, и там вам расскажут обо всех особенностях игры, о том, что здесь вообще присутствует. Мы играем в роли маленькой чёрной киски, вот она, и нам необходимо собрать все вот эти вот так называемые кристаллы, джемсы, и после этого у нас откроется вот этот вот портал, и мы сможем перейти на следующую миссию. Что у нас есть, какие здесь элементы? Есть элементы трава. Траву мы можем убирать, а трава что делает? Она мешает нам передвигать вот эти вот штуковины. Это что за штуковина? Красный круг с квадратом — это бомба, которая взрывает всё в радиусе одной клетки, то есть по кругу. Если же у нас круг с полоской, вот, например, вот такой вот, то такая бомба взрывает всё по вертикали. Если же полоска горизонтальная, то, соответственно, это всё будет у нас взрываться по горизонтали. Ну что ж, давайте попробуем пройти игру дальше. Жёлтые клетки являются неразрушаемыми, то есть это нужно учитывать. А серые клетки разрушаемые, то есть если бомба взорвётся, то эти серые клетки полностью разрушатся и тем самым очистят нам дорогу. Вот таким вот образом мы проходим игру. Например, если вдруг вы какое-то действие сделали неправильно, ну, например, что вы можете сделать неправильно? Вы можете, например, умереть. Давайте умрём. Вы умерли. И вам не обязательно начинать всё сначала. Вы можете сделать перемотку времени назад до нужного момента и продолжить играть с того момента, на котором вы остановились. То есть вот таким вот образом мы делаем перемотку. Ни в коем случае нельзя попадать вот под такое вот падение вот этих вот кристаллов, которые нам необходимо собрать. Нужно дождаться, пока они приземлятся и тогда их уже собирать. Игрушка достаточно интересная, неплохая. И вот уже в следующей миссии вам реально придётся поломать свою голову. Вторая игра называется «Зомби-лабиринт». Итак, для начала перейдём сразу в опции. Здесь вы можете выбрать уровень сложности. Либо лёгкий, либо средний, либо же тяжёлый. Предлагаю поиграть на лёгком. Также здесь вы можете настроить размер джойстика. Ну и, в принципе, всё. Можете включить и отключить также звуки. Ну что ж, приступим. В игре присутствует 10 лабиринтов, которые вам необходимо пройти. Итак, приступаем. Мы играем в роли вот такого вот исследователя, который браздит по лабиринту. И нам необходимо найти ключ, во-первых. И после этого отправиться к двери, которая неизвестна, где находится. Вы можете собирать батарейки. Батарейки что делают? Батарейки увеличивают радиус освещения фонарика. То есть, чем больше у вас батареек, тем дальше ваш фонарик светит. Молния позволяет вам ускориться на незначительное время. И тем самым убежать от зомби, на которого вы можете здесь наткнуться. Давайте поищем. Может быть, что-то мы всё-таки здесь и найдём. Хотя бы дверь или ключ. Ничего я здесь пока не вижу. Может быть, хотя бы найдём зомби. Здесь достаточно страшно ходить, несмотря на то, что это 2D-игры. Кстати, вот он зомби, сзади меня бежит. Если он нас догонит, то он нас съест. Чтобы он нас потерял и мы смогли от него оторваться, нам необходимо желательно выключить фонарик. Но тогда мы будем совершенно не видеть, куда мы идём. Но зато так легче будет укрыться от зомби. Необходимо это учитывать и использовать при прохождении игры. До этого я играл на нормальной сложности. И на нормальной сложности было просто нереально вообще не найти ключ, не найти дверь. Меня постоянно этот зомби сжирал. И приходилось начинать всё с самого начала. А что здесь ещё есть из управления? Вы можете масштабировать вот так вот карту. И тем самым видеть в большем радиусе, что где у вас расположено. Достаточно неплохая идея. Вот единственное, что лучше бы сделали управление с помощью джойстика, а не с помощью вот таких вот интересных кнопок. Третья игра называется Furious Racing. Это гоночная аркада. Бесплатная, мало весит и пойдёт, наверное, даже на самом слабом устройстве. Итак, игра здесь разбита по сезонам. Все сезоны, кроме первого, пока что недоступны. Но давайте поиграем в первый сезон. Здесь имеется 8 гонок. Я дошёл до четвёртой, но третью я проехал всего лишь на одну звезду. Это печально. Итак, запустим третью миссию. Какие здесь есть машины? Машин здесь достаточно много. Стоят они тоже по-разному. Но, в принципе, можно вот уже мне прикупить вот эту красную. Давайте её купим. И мы можем также ещё апгрейдить наш автомобиль. Мы можем апгрейдить её по четырём характеристикам. Это максимальная скорость, ускорение, нитро, до скольки нас разгоняет. И мы можем настроить всю устойчивость на дороге. Так, нам ни на что денег не хватает, естественно. Перейдём к гонке и попробуем проехать. Я выбрал управление с помощью тачи. У меня стоит автогаз. Машина сама едет, газует. Мне остаётся только лишь поворачивать. Но резких поворотов здесь ждать не стоит. Все повороты достаточно лёгкие, плавные. И, наверное, с трассы вылететь просто невозможно. Некоторые соперника будут вести себя немножко агрессивно. Будут бортоваться. Но в большинстве своём игра вообще не составляет никаких трудностей. То есть выиграть в этой игре достаточно легко. Достаточно просто иметь достаточно мощную автомашину, чтобы побеждать. Как использовать нитро? Нитро вот так вот разбросано по трассе. И когда вы через него проезжаете, собираете его, то вы получаете вот такое вот ускорение, которое позволяет вам оторваться от ваших соперников или же наоборот их догнать. Поэтому лучше мимо его не проезжайте, а подбирайте, чтобы всё-таки победить. Итак, я никак не могу сейчас догнать первого чувака, чтобы его обогнать. Кто-то меня ещё бортанул сзади. Спасибо вам. И, собственно, всё. Гоночки, в принципе, неплохие, но немножко скучноватые. Трассы слишком однообразные, слишком прямолинейные. И не хватает всё-таки каких-то, наверное, трамплинов, каких-то резких поворотов и более агрессивных соперников. Последняя игра на сегодня называется Little Track Parking 3D. И это симулятор парковщика. Итак, давайте попробуем поиграть в него. Начнём с первой миссии и что нам нужно здесь парковать. Нам необходимо здесь парковать грузовик. У нас есть коробка передач, переключение передней и задней скорости, газ, тормоз и вот такой вот руль. Также мы можем ещё переключаться между видами камерами, чтобы нам было видно, насколько близко мы подъехали. Вам необходимо на несколько секунд зафиксироваться в точке, для того, чтобы вам засчитали победу. Если вы будете думать, что там буквально секунда нужна, то вы будете ошибаться. И я, кстати, первое время из-за этого думал, то что я не въехал в нужный радиус, слишком вперёд давал, и в итоге я врезался в столб и проигрывал. Так, стоим. Вот, вы видите, нужно было несколько секунд здесь простоять. А я обычно подъезжал и лишнего потом газа давал из-за своей нервной системы, расшатанной, и в итоге проигрывал. Давайте попробуем пройти ещё одну миссию, и на этом завершим обзор. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока! Чао!